Библия о Библии Повседневную Наверное, если сейчас Здесь расставлю все по порядку Если сейчас рассмотреть У кого есть Библия из вас Есть Библия, да? Ну так с вами Вы пользуетесь Библией иногда Иногда, наверное, и церковь берете Ну так временами Мы действительно Мы помогаем, чтобы Те, кто приходят в Дом Божий, в церковь Чтобы видели на мониторе Но Есть люди, которым нравится С собой также носить Библию Потому что пользуются это хорошо Смотрите, вот Если так отойти немножечко У человека даже, который не читает Библию Он питает какое-то уважение К этой книге Конечно, есть люди, которые проявляют полный игнор То есть им безразлично Вплоть до того, что даже издеваются Но это небольшой процент Если человек более-менее боится Бога То к Библии он проявляет уважение Вот даже люди покупают Библию Кладут ее на очень высокое место Где-то Уважительно говорят о ней Не обязательно читают То есть не идет речь, читают, не читают Просто вот питают какое-то отношение Потому что понимают, что в ней что-то есть Не зная что Понимают, что можно под подушку ее класть Может быть, что-то произойдет чудо В машине где-то, в багажник Пусть она будет Может быть, ангелы будут охранять меня Домог на полочке Может быть, повезет Они знают, что что-то она все-таки приносит Хотя не до конца, может быть, осознают Что же там заложено Богом Но люди, которые познакомились с Иисусом С Богом И вот это собрались Собираются Такие люди собираются на поклонение Поют песни, хвалят Бога Общаются друг с другом Разносят Иисуса, Бога Царство Божие в этом мире Проявляют Его Это ты и я Это люди, которые тянутся к Богу Мы понимаем, что Библия Это действительно клад Это Бог Это уравнение Это Бог В руках моих Это характер Бога Доступный для меня Это исцеление для моего разума Это здоровье для моего тела Это гармония для моей семьи Это счастье в моей жизни Это успех в том, что я делаю И это моя дорога Прямая, красивая к Богу Это так много Это так много Когда мы знаем, что же здесь И так мало Когда мы не знаем И так скудно Когда ты только питаешь какое-то уважение Не зная И не пользуясь тем, что здесь И интересно, что Насколько Бог может быть близко Настолько в равномерии Он может быть и далеко Вот в данный момент Каждому из нас Все зависит от того Хочу ли я Открыт ли я Интересно ли мне Кто он Как ходить с ним Как жить с Богом И что Что же он предлагает мне Если взять общие такие моменты о Библии Общую информацию о Библии Потому что я хочу пройтись по нескольким местам из Библии Где Библия заявляет о себе В составлении Библии Написание Библии Участвовали люди Люди писали пером Люди участвовали Но Она не человеческая книга То есть Хотя человек участвовал Но это не человеческая книга Она похожа на человеческое произведение Но она не равняется ни с одним из них К сожалению, часто мы Вот из-за того, что она похожа на другие книги Мы кладем в ряд с другими книгами Для восприятия нашего Это плюс-минус Она же книга И она тоже там где-то находится На полочке Но хотя она и действительно является Похожа на человеческое произведение Но это не человеческое И не равняется И чуточку с остальными книгами Она уникальна И с самого начала Когда человек раскрывает уникальность в ней Он начинает вглубляться И раскрывать красоту Бога в ней Это прежде всего Красоту Бога в ней Когда я был малым Меня родители заставляли читать Библию Не то, что там толкали постоянно Но вот время от времени Клали перед фактом Ты читал Библию? Ты почему не читал Библию? Я не знаю Может быть вас кого-то Может быть нет Может быть вы своих детей Тут тоже перед фактом Иногда ставите или нет Но не столь в родителях Сколько во мне Я помню Когда меня ставили перед фактом Неважно я был уже подростком Или постарше Я не хотел читать Библию Мне не интересно было ее читать Хотя родители говорили Что это важно Я совсем недавно встретился с одним подростком И начал с ним говорить о Библии А он мне сразу такую реакцию негативную Достаточно Мне бабушка постоянно тыкает этим И ты пришел тыкать тоже этим Я так раз отошел Я понял что Обострилась тема Значит тоже тыкают И хотя у меня не было этой цели У меня была цель Побеседовать с ним о совсем другом О красоте этой книги Потому что что-то мы затронули эту тему Потому что только отношение к ней Как к чему-то божественному И читать ее Оно не привлекает Но когда И особенно здесь приходит С желанием встретиться с Богом Вот я говорю напрямую Библия она интригует Интересно И она становится увлекательной книгой Когда мы хотим познакомиться с нашим отцом С нашим Творцом, Спасителем Когда нам становится интересно Как думает Бог Как ходить с Богом Жить успешной жизнью с Богом Когда нам становится Мы хотим достичь большего Чем мы видим и окружает нас Тогда Библия становится интересной для чтения И она становится увлекательной То есть она нас привлекает В чем Если взять общие такие характеристики книги То известная информация Но я хочу ее озвучить Она писалась на протяжении 1600 лет Вот на протяжении полтора тысячелетия Писались книги Все если собрать весь список книг То они писались на протяжении полтора тысячелетия И в составлении на протяжении В плюс-минус На протяжении сорока поколений То есть что понимали Разные поколения Разные условия Разные люди Разные образования Разные вообще цивилизации происходили И более чем сорок человек Авторов А почему я говорю эту информацию Что вот хотя так много времени заняло Чтобы ее написать Так много людей писали Находясь в разных местах нашей планеты В разных воспитания имея Они всего лишь дополняли друг друга Они совсем не расходятся друг с другом То есть и делая этот анализ Ты понимаешь Что само содержание Библии Говорит о себе Я не человеческая книга Меня мой автор Бог Я представляю Бога Так говорит эта книга Потому что если бы Это было человеческое произведение Оно бы расходилось Мы бы видели Насколько люди по-разному Интерпретировали ту или другую информацию Но поскольку Бог занимался Написанием и передачей Своего послания человеку То он был заинтересован Чтобы каждый человек На протяжении этого долгого времени Дополнял друг друга Написанием этой книги Интересно, что если вы смотрите В историю человечества Ни одна книга Не рубилась пополам Не была притесняема и гонима Не была настолько сильно критиковано И опровержима Как Библия Как Библия И при всем этом Она была Остается Самой читаемой книгой Самой Любимой книгой И самой влиятельной И это все абсолютно Через все это Она Если внимательно смотришь Она говорит Я не человеческая книга Мой автор Бог Я передаю послание неба Я пришла Для человека Я служу человеку Давайте пройдем вместе Со мной По нескольким местам Из Библии Я буду читать Вы можете читать На вашем языке И первое послание Первое место Из Библии Я прочту Первое Петра Первая глава Двадцать третий стих Говорится так Как возрожденные Не от тленого То есть смертного Семени Но от нетленого От слова Божьего Живого И пребывающего Вовек Прежде всего Я подчеркнул Какое это слово Живое Нетленое Пребывающего Вовек Что понятно было Нетленое Это не смертное Это которое Не разлагается Не подлежит Смерти Его нельзя Уничтожить Нетленое Пребывающего Вовек То есть Вечное слово Притом Мы имеем Вернейшее Пророческое Слово Я снова Подчеркнул Вернейшее Самое Верное Самое Правильное Нельзя его Ни с чем Сравнить И Так Вот это Как бы Природа Этого слова Потому что Первое на что я хочу Обратить внимание Я здесь Я подчеркнул дальше О природе Вот того слова Которое у нас есть Природа Какова Этого слова И вы хорошо Делаете Что обращаетесь К нему Как к светильнику Сияющему В темном месте Доколе Пока Не начнет Расцветать день И не взойдет Утренняя звезда В сердцах Ваших И здесь Библия говорит О своей природе Вот эти Эти стихи Они показывают Какова натура Природа Этого слова Если это Не проходящее Если это Не человеческое Не похоже Если она Ее невозможно Сжечь Истребить Изять Просто Просто поставить В архив Ее невозможно В чем же Отличается Природа Этой книги И вот Библия говорит Сама себе Вечная И здесь Я из этих стихов Выписал Ее природа Вечная Живая Самая верная И пророческая Она всегда Является Впереди Человечества Она всегда И там Если помните Говорил Вы хорошо Делайте Что обращаетесь К ней Как к светильнику Который Показывает Вам путь Куда идти Пока Полностью Вот этот Свет Не охватит Вашу жизнь Ваше сердце Ваш разум Вашу семью Вашу карьеру Ваше естество Церковь В целом Вы хорошо Делайте Что обращаетесь К ней Дает Наставление Нам Апостол Петр Если Ее природа Вечная Живая Представляете Вы Мы Вместе Когда мы читаем Библию Мы Пьем Поэтому Образно Нам Библия Показывает Что мы Это вода Мы пьем Жизнь Самые верные Послания Информацию Потому что Сегодня мы находимся В мире информации И так много Информации Даже о Библии Так много Интерпретации О жизни О воспитании Детей О будущем О карьере О отношении К деньгам Отношению К семье Так много Информации Как разобраться В ней И вот Приходит Сама Библия И говорит Это вернейшее Пророческое Слово Мы дальше Посмотрим Цель Этого слова Но сейчас Я хочу Показать Чтобы действительно Мы понимали Что То что У нас Есть Это то что Тебе надо По настоящему Если ты Строишь семью Тебе нужно Слово Если ты Строишь карьеру Тебе нужно Слово Ты строишь Бизнес Тебе нужно Слово Ты строишь Служение Тебе нужно Слово Ты строишь Свою финансовую Жизнь тебе надо Слово, ты строишь свое здоровье, ты смотришь за своим здоровьем, ты хочешь исцеления, тебе надо Слово, ты хочешь познать Бога, познакомиться с Ним, раскрыть характер Божий, тебе надо Слово, это вернейшее Слово, которое действительно приходит в нашу жизнь и восстанавливает, делает нас похожими на Бога. А Бог — это то, что человеку интересно, быть как Он, думать как Он, ходить туда, куда Он ходит, быть в том окружении, в атмосфере, в которой Он находится. Второе, на что я хочу обратить, цель этой книги, и здесь во втором послании Тимофеем, 3 главой, 16 стихом, говорится, «Все Писание Богодухновено и полезно для». Но для чего полезно это Писание? Для научения, для того, чтобы учиться, для обличения, исправления и наставления. В чем? В праведности, то есть в правильной жизни. В другой жизни, не в жизни, в которой мы жили без Бога, не в жизни, в которой люди строят сегодня свой быт вне Бога. А Библия говорит, в праведности. Я знаю, я глубоко верю, что каждый из нас, нам хочется состояться в жизни с Богом. Это не важно, что ты делаешь. Имея в виду, может быть, ты преподаватель, ты доктор, ты предприниматель, не важно, кто ты, служитель, семьянин, ты хочешь, чтобы состоялся с Богом в той сфере, где ты находишься. И приходит Писание, Библия сама о себе говорит, что я богодухновенно. Все Писание абсолютно богодухновенно. И полезно, и полезно для следующих вещей. Для чего? Чтобы добудет совершен Божий человек. Ты Божий человек? Ты Божия дочь? Ты Божий сын? Конечно, мы Божие дочери сыновья. Мы Божие люди. Мы Божие мужи и жены. Мы Божие. Бог говорит, ты мой. Я купил тебя. Я заплатил цену крови сына моего. Я взял тебя, перевел из царства тьмы в царство света. Я действительно все сделал для тебя и продолжаю делать, чтобы ты состоялся, был совершен. Чтобы ты обходил ошибки, чтобы ты мудро поступал, чтобы ты влиял в этом обществе, приносил влияние, нормальные влияния, положительные, созидательные, не влияние, которое разрушает, чтобы ты вокруг себя, тебя люди восстанавливались, были здоровы, были счастливы, понимали Бога твоего, влеклись за Богом твоим. Да будешь совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Чем занимается эта Библия, эта книга? Готовит нас к чему? Ко всему, ко всякому доброму делу. Она готовит нас. И мы приходим в Дом Божий, она занимается нами. То есть кто здесь нами занимается? Слово. Слово занимается нами. Потому что Бог знает, Его Слово, оно живое, оно сильное, оно влиятельное. Он знает, если человек услышит Мое Слово и примет его, оно его поменяет. Оно его сделает другим, оно его будет зажигать, оно будет заниматься им. Поэтому мы читали все Писание. Когда мы относимся, раскрываем Библию, начинаем читать, мы начинаем читать Слово, которое вдохновлено, в которое Бог вдохнул свою жизнь. Это не просто буквы. Бог вдохнул свою жизнь, свою динамику, свою мудрость, свою красоту, свой характер. И мы начинаем читать это Слово. Слово, и оно переходит в нашу жизнь. И начинает нас готовить. И готовит нас. Сейчас я знаю, что Слово занимается нами. Когда мы читаем утром, вечером, днем, Слово занимается нами. И дальше мы увидим, насколько интересно Бог посылает Слово. Когда мы его берем верой, оно начинает в нас прорастать. И сразу же приходит дьявол, и приходит гонение. Сразу же. Где Слово сеется, сразу же приходит вредитель, враг. И он начинает вырывать это Слово, чтобы оно не состоялось. Потому что он знает, оно сильное, оно божественное. И если человек ухватится за него, он поменяется. Он уже не будет подвластен мне. Он будет свободен от страха, от паники. И я не смогу контролировать им. Но пока Слово не растворяется в человеке, дьявол контролирует. Он приносит страх, неуверенность. Он приносит низкую самооценку. Он говорит, ты никто. Он приносит ложь, сеет. И человек находится в неуверенности. Но Слово готовит нас ко всякому божественному делу. И вот после того, что я прочитал, цель книги, я хочу подытожить Библии, о которой она говорит нам, научить нас. И действительно, Бог хочет воспитывать нас, как отец воспитывает сына. Это его цель. И он оставил Слово, которое формирует. Это как университет. Когда мы ходим на определенный факультет и принимаем информацию, мы становимся соответственным. Человек хочет стать медиком. Он идет в медицинский университет, он получает информацию о медицине в разных сферах, как, с кем, что, почем. И через, не знаю, там, 7-9 лет он становится специалистом, медиком. Почему? Потому что он получил огромную дозу информации, которая сформировала его. Он хотел, ему интересно было. Он практиковался. Так и Слово, которое мы получаем, как информацию, мы соглашаемся с этим Словом, мы говорим, Господь, хочу действительно быть похожим, хочу быть Твоим специалистом, Твоим детем, похожим на Тебя. И это Слово учит. Дальше Библия говорит, оно нас обличает. Что такое? Оно говорит, ты грешник. Это Слово говорит, это Слово говорит, ты грубиян. Это Слово говорит, тебе надо покаяться. Это Слово говорит, ты неправильно поступаешь. Ты обижаешь. Это Слово обличает нас, потому что, с какой целью? Просто, чтобы мы чувствовали себя плохо? Нет, совсем. Оно хочет вот дальше показывать, чтобы исправить, выровнять, чтобы были ровные, думали ровно, чтобы действительно были исправлены, потому что мы кривые. Согласитесь? Неприятно соглашаться, что ты кривой. А что кривое в нас? Может быть, ты хороший специалист? Может быть, ты хороший специалист? Люди смотрят на тебя, что ты хороший человек, обученный, профессионал своего дела. Но Библия говорит о нас, она говорит, человек лукавый, кривой. Человек кривой, Библия говорит. То есть, тут смотрит, в глаза тебе может улыбаться, а за спиной? Лукавить, обвинять, кривить. И это свойственно каждому из нас, свойственно. Это не то, что там, скажем, кто-то хорош в этом, кто-то плохой. И Слово Божие приходит и обличает. И говорит, покайся, выровни отношения, смирись. И оно выравнивает нас. Потому что у нас нету другого медикамента, нету другого ресурса, чтобы нас выровнять именно в нашей природе. Есть Слово, которое выравнивает. Мы, как приобретая разные профессии, становляясь спецами в разных сферах, есть другая информация, другие инструменты. Но вот в характере, но вот в нашей природе, это есть Божественное, Божественное Слово, которое выравнивает нас. Для чего? Чтобы мы были готовы ко всякому доброму делу. Обличает и выровняет, и наставляет. То есть поддерживает. Который идет с нами по жизни. Ты развиваешься, это Слово продолжает идти вместе с тобой. Ты служишь, Слово идет вместе с тобой. Ты воспитываешь детей, Слово идет вместе с тобой. Ты развиваешь свое дело, Слово идет вместе с собой. Ты служишь Богу, служишь другим людям, ведешь домашнюю группу, Слово идет с тобой. Оно тебя формирует, наставляет, как маму, папу, мужа, жену, лидера, служителя, вообще человека в этом обществе. И цель — научить, обличить, исправить. И еще одна вещь, на которой я хочу остановиться, одну истину здесь. «Ибо евреям», 4 глава, 12 стих. Снова слово говорит о себе очень сильные вещи. Слово само выражает очень сильные вещи о себе. И говорится, слово Божье, это Библия говорит о себе, какое живо и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Когда автор писал это слово, самый искусный и острый инструмент был меч обоюдоострый, который прорезал, срезал, проникал. И вот он сравнил это слово, это как меч обоюдоострый, который входит, проникает туда, куда только он может проникнуть. Проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть ничто не может судить твои помышления, твои мысли. Туда никто не может проникнуть. Но говорится, что слово проникает. И оно идет туда, где формируются мысли, намерения, мотивы наши. И оно проникает именно в ту нишу, в ту сферу. И оно имеет в себе силу и судить, и исцелять, и приносить другой климат. Вот именно туда, в тонкости, в тонкости нашего естества. «И нет твари». Я не знаю, просто если было бы хорошо, чтобы вы на румынском языке посмотрели, но я прочитаю на русском. «И нет твари сокровенной от Него». Здесь, если дальше идем, от слова. «Но все обнажено и открыто перед очами Божьими». Тут настолько тесно связал Бог слово с собою, что все открыто перед Ним. То есть, слово Божье, оно поверх всего. Абсолютно поверх всего. Ему все подвластно. Оно судит все. Потому что слово, оно превосходит. И Библия говорит о силе своего действия. Вот сама Библия, она говорит о силе своего действия в нас. И смотрите, в чем сила действия этого слова. Она активная книга. Активная книга. То есть, действующая книга. Это не просто информация, которая ложится в наш разум. Знаете, как я читал когда-то, что надо читать Библию, потому что надо читать. Потому что, наверное, так я делаю, чтобы Бог был доволен. Так я воспринимал. Надо читать Библию, потому что, наверное, так Бог доволен. И он говорит, Женя, ты молодец. Я не буду тебя бить. Ты не будешь, у тебя аварий не будет. Успех, там люди будут улыбаться тебе. То есть, так я думал, что надо читать Библию, чтобы Бог был доволен и не обижал меня. Не делал мне плохо. Но Бог показывает, говорит, это неправильно совсем. Вот ты читаешь слово, и оно в тебе активное. Это как вулкан. Действенное. Да, так мы читали. Я не знаю, какое у вас слово. Оно проницательное проходит. Я вижу, дорогие мои, если ты хочешь поменяться, если ты хочешь поменять свой характер, свои люди говорят, я не могу поменяться. Вот я ругаюсь, я там быстро срываюсь, меня раздражает все. Слова мало. Не надо гадать, чего у тебя нет. Почему? Потому что это слово, оно активное, оно проницает туда, куда ты не можешь. Это не просто какие-то психологические или там, не знаю, какие тренинги, которые мы проводим. И вот, чтобы быть лучше, моральнее. Ничего подобного. Слово Божие меняет нас в корне. И оно превосходит все. Для чего? Чтобы сделать нас подготовленными. Мужья и жены, дочери и сыновья Бога. Бог готовит нас для своего доброго дела. Мы для этого ходим в церковь, мы для этого читаем Библию, мы для этого действительно стали на путь Божий, чтобы быть готовыми для Его дела. Потому что неинтересно быть спасенным и не быть в деле Божьем. Это опасная позиция. Знаете, почему многие верующие не могут избавиться от греха? Потому что они спаслись, но не вовлеклись. Они спаслись, но не посвятились. И они спаслись и стали хорошим-хорошим инструментом, средой для того, чтобы дьявол всегда провоцировал их. И дьявол всегда провоцирует слабости твои, грешность твою, провоцирует всегда падения твои. Почему? Потому что надо спас... Если ты спасся, и Бог тебя вытащил изо рва, из греха, обязательно надо в его дело себя посеять. И говорит, Господь, хочу служить тебе, служить другим. Господь, хочу идти вместе с тобой. Хочу, чтобы слово твое занимало мой разум, мое сердце. Потому что иначе ты становишься средой удобной для врага. Удобной и средой, где он действительно издевается над тобой. И мне жалко таковых людей, которые находятся вот посередине. Они не могут понять, почему вроде бы я с Богом, но всегда в грехе. Всегда борюсь с грехом, с слабостями, с каким-то падениями, с непонятными моим характером, с моими вот теми всеми, что было там. Почему? Потому что отдай себя. Павел говорит, отдайте свои члены в орудие. То есть вы инструмент Бога. И все, и вы закончите вот эту борьбу постоянную. Потому что вы будете заниматься его делом, как мы читали. Какова цель слова? Быть готовым для его дела. Для его дела. Потому что иначе теряется смысл красоты, спасения, работы Божьей. Откровения Божьего, хождение годами в церковь. Теряется смысл во всем этом, если человек не посвящается и не прилепляется к Богу сполна. Христос однажды сказал людям, которые слушали Его. Он говорит, вы хотите убить Меня. И там он дальше выражает, почему? Потому что слово Мое не вмещается в вас. Подумайте, хорошо. Вы хотите, вам не нравлюсь я. Таков, как я есть. И то, что я говорю. Потому что слово Мое, оно не вмещается. Ему нет места в вашем разуме и в вашем восприятии жизни. Вам хочется слушать другое слово. И Христос так смотрел. И поэтому, поскольку слово Мое, которое я говорю, оно живое. И оно раздражает вас. Оно вам не дает спокойствия. Вы хотите убить Меня. Почему? Только потому, что Я послал слово в ваши уши, в ваше сердце. Оно живое и действенное. И оно что-то делает. Или с Ним надо согласиться, и оно проникает. Или его надо выбросить. В Исаии в 66 главе вторым стихом говорится, интересное там место, Бог говорит, вот на кого Я буду смотреть. На тех, кто сокрушенный на русском языке, смиренный с сердцем. и трепетно уважает Мое Слово. Просто есть разные переводы, но я вот говорю, чтобы понятно было всем нам. Говорит, тот, кто смирен с сердцем и трепетно, там используется слово трепетно, то есть как на румынском трепетно, куфрика, да, уважительно очень просто принимает Мое Слово. Вот на кого я буду смотрю, говорит Исаия. В притче о сеятеле, притче о сеятеле, вышел сеятель сеять, где есть четыре. Там вот говорится, что когда сеятель сеет, приходит враг и похищает. Почему? Враг занимается тем, чтобы воровать слово жизни. И я хочу привести пример, чтобы мы поняли, почему ему не нравится слово жизни. Помните, для тех, кто читал Библию хоть раз, может быть, ходили в церковь, уже слышали историю, было время, когда израильский народ находился в рабстве, в Египете. Долгое время, более 400 лет. И Бог берет Моисея и дает Моисею Слово. Помните, Бог дает Моисею Слово, говорит, вот передает Моисею. Вот бери это Слово и иди передай это Слово всему Израилю. Они в рабстве, они подавлены, им трудно. Ты иди вот это Слово им расскажи. Идет Моисей, берет это Слово от Бога, идет к ним, и что он делает? Он говорит им Слово. Послание Божие. У нас есть сейчас благая весть, мы говорим, да, Евангелие, добрая весть, весть спасения. Это то же самое послание. И вот Моисей начинает его разговаривать. С одними встретился, рассказал Слово. Что сделали люди, помните? Они поверили, они поймали это Слово. И что произошло? Появилась надежда, мы будем свободны. Мы будем свободны. Бог занимается с нами, Слово начало работать. Что начал делать враг? Гонение, да? Он говорит, ага, вы начали думать о себе слишком многое. Вы слишком много начали мечтать. А, Слово у вас появилось и начал гнать, помните? Прессовать их. Для чего? Чтобы выдавить Слово из их головы. Чтобы они отказались от этого Слова. Чтобы они просто вернулись назад. Он хотел выдавить Божие Слово с их мозгов, с их разума. Врагу очень не нравится. И он просто... Мы становимся мишенью, когда мы соглашаемся с Словом. Почему? Потому что он знает, он теряет контроль. Фараон боялся потерять контроль над людьми. Потому что, когда они соглашались с Словом, у них появилась вера в Бога. Бога другого, Бога великого, который избавляет, который дает другую жизнь, который сделает их другими. И вот враг приходит и начинает выдавлять. Ну, я дальше не буду вглубляться. Здесь просто истина. Поэтому Христос говорил, когда приходит Слово, приходит и гонение. Приходит и гонение. И многие люди, к сожалению, гонение плоти, гонение врага, гонение обстоятельств, суета учащается. Начинаешь вроде бы стоять молиться о болезни, болезнь громче гречит о себе. А почему? Потому что враг хочет выдавить из нас веру в слово.